здравствуйте друзья и в этом видео из серии совета автомоделисту мы поговорим о правительственных автомобилях которые вышли в журнальной серии автолегенды ссср от издательства de agostini если говорить о правительственной линейке которые вышли в рамках данного проекта то это одни из самых долгожданных моделей большинство коллекционеров очень сильно ждали эти модели потому что до этого в их коллекции были модели производства agat автомобили еще советской эпохи качество и детализация которых уже не может конкурировать с современными производителями и каково было разочарование коллекционеров когда они увидели первые образцы правительственных лимузинов большинство моделей были не похожи на свои оригинальные прототипы у них была совершенно неправильная геометрия если автомобиль был все же удачным то у него были неправильные колеса и большинство моделей имели переразмеренные колесные диски если мы говорим о колесах на моделях которые вышли в журнальной серии то это одна из главных проблем больше чем на 70 процентов моделей колеса переразмерены и не соответствуют масштабу 1 к 43 и в этом видео я покажу как будет выглядеть модель с правильно подобранными колесными дисками и расскажу с какой модели я переставлял колесные диски и как вы можете улучшить вид вашей модели изначально на моделях были установлены как я говорил ранее переразмеренные колесные диски видите это колесный диск с модели zil 41047 такой же колесный диск устанавливается на модель zil 4104 и в переводе в масштаб 1 к 1 размер этого колесного диска будет соответствовать 22 дюймам что конечно совершенно неправильно правильные колесные диски должны иметь размер 16 дюймов и самый оптимальный колесный диск был у модели zil 118k юность этот диск соответствует масштабу 1 к 43 и видите как выглядит модель с правильно подобранными колесами изначально модель выглядела вот так и как видите вид модели стал намного лучше также вид модели лучше стал у модели zil 4104 так же с такими же колесами и единственная модель у которой изначально были правильно подобраны колеса это zil 117 потому что эта модель до модели автолегенды ссср выходила в журнальной серии автомобилей джеймса бонда эта журнальная серия продавалась в европе и соответственно для европейцев был выпущен правильный вариант на модели zil 114 были установлены переразмеренные колесные диски видите опять же 22 диаметр и вид модели опять же сразу ухудшается на zil 114 я поставил колеса с парадного кабриолета они больше подходят по дизайну а на парадный кабриолет я поставил колеса опять же от модели zil 118k они сюда подходят по дизайну видите и вид модели становится намного лучше поэтому если у вас есть возможность приобрести автомобили zil 118k как доноров то смело покупайте эти модели эта модель очень хорошо подойдет на запчасти с нее можно также снять зеркала заднего вида передние фары задние фонари разобрать салон и эта модель скажем так не пропадет если у вас есть просто модель то вы тоже можете заменить колеса с юности поставить колеса на какой-либо лимузин а с лимузина поставить колеса обратно на юность на автобусе эта переразмеренность не так сильно бросается в глаза еще один интересный факт посмотрите на капот zil и начались проблемы с лакокрасочным покрытием я не думаю что это чума но у многих коллекционеров начинаются проблемы с лакокрасочным покрытием через какой-то промежуток времени видите на моем деле тоже начались какие-то непонятные вздутия когда я покупал эту модель то ее краска была хорошей сейчас по прошествии времени видите начались проблемы не знаю только ли это на моей модели или у всех так у кого есть такая модель напишите в комментариях что с вашей моделью но вот такие непонятные метаморфозы и это не только на этой модели например на zil 4104 на крышке багажника появилось вздутие видите вот здесь поэтому непонятно что будет с этими моделями и все же надо переходить на смолу модели из смолы более детализированы и у них нет таких проблем но опять же эти модели стоят не так дорого поэтому если она развалится то это не так критично спасибо за внимание это был небольшой обзор правительственных лимузинов из журнала серии автолегенда ссср и увидимся в следующем видео всем пока